Школьная уборщица стала инвалидом из-за указания руководства. Ей приходилось выполнять чужую работу. Свою историю она рассказала нам сама, обратившись в рубрику народной новости. И вроде бы все очевидно, но дело тянется уже около года. Разбирался в произошедшем наш корреспондент Сергей Цель. Обычный поселок в Акмолинской области Жалтыр. Сельская школа. Кинжигуль Бейсенова работала там уборщицей. Получала небольшую зарплату. По ее словам, руководство учреждения заставляло техперсонал делать сезонный ремонт. А за отказ грозились уволить. В один из дней работ завхоз попросила поставить большую металлоконструкцию, чтобы покрасить третий этаж здания. Когда начали поднимать его, он начал съезжать. Колеса поехали, и он, получается, обратно упал. Все разбежались, а я как-то не успела. Она, видать, меня зацепила, и я вот как села. Вот у меня ноги онемели, и вот этот крик, шум, гамма. Именно здесь все и произошло. На этом месте как раз находилась тяжеленная металлоконструкция, которая и рухнула на Кинжигуль. Прямо отсюда ее увезли в больницу, где ей предстояло пережить тяжелейшую операцию на сломанный позвонок. Кинжигуль теперь прикована к инвалидной коляске. А младшей дочке пришлось взять на себя тяжелую ношу. В 15 лет она научилась ухаживать за матерью, кто пожелает своему ребенку такое. Два месяца лежала в постели, она ухаживала, кушать готовила, и убирает, и стирает. Еще тогда, в августе, полиция сразу начала расследование. Но дело не двигается с места. Следствие ведется, дело закрывает. Мы возобновляем, они закрывают. Работодатели наняли хороших адвокатов, конечно, у них деньги, наверное, есть. И закрывают дело. Я хочу обратиться к министру внутренних дел, Марат Муратович, помогите, пожалуйста. Семья пострадавшей уверена, что в произошедшем виноват работодатель. В самой же школе считают по-другому. На тот момент у меня был отпуск, вместо меня был завхоз. Приказа, чтобы поднять этот лейтер, не было. Мы не уследили лишь за тем, что Кинжигуль вышла помогать. Мы не уходим от ответственности. Пусть разбирается следствие. Я не заставляла, как бы девочки помогли, вышли. Прямо заставлять, это как бы неправильно сказано. Что касается того, что ремонт делает техперсонал, то в школе заявляют, такое не в новинку. На профессиональные бригады денег не хватает. В ремонтных работах ежегодно участвуют работники школы, технички. Это происходит по всему Казахстану. Но я думаю, что после этого случая специальные органы найдут решение этой проблемы. Полиции говорят, что дело закрывали за отсутствием состава преступления. Списывали всё на несчастный случай. Дело возобновила уже прокуратура области. Согласно заключению инспекции труда Акмолинской области, вина работодателя составляет 100%. Степень вины работника – 0%. В настоящее время уголовное дело находится в производстве. Проводятся следственные действия. Из официального ответа департамента полиции Акмолинской области. У Кинжигуль есть шанс восстановиться. Но на это нужны немалые деньги. Я должна же ходить. Почему я должна из-за какой-то железяки сидеть всю жизнь? Дайте морально-материальный ущерб выплатить. Я не хочу вас посадить. Мне это не надо. У каждого человека семья, у каждого человека дети. Я просто хочу справедливости. Сейчас женщина с помощью ходунков может выйти во двор. Но до уверенных шагов ей еще далеко. Кинжигуль мечтает о том, что когда-то этот день настанет. И надеется, что уполномоченные органы смогут разобраться в этом непростом деле. Сергей Цель, Ярлык Нур-Ахмед, Акмолинская область, Первый канал Евразия.